Первоначально я хотел вас порадовать сегодня новым эксклюзивчиком, обзорчиком. Но дело в том, что там игра с большим количеством текста на английском. Поэтому я понял, что мне нужно много часов потратить на неё, чтобы сделать видео. Поэтому я не успел. Просто не успел, поэтому я решил сегодня для вас подготовить нечто другое интересное. Это прохождение или первый эпизод. Посмотрим. Если вам понравится, обязательно ставьте лайки, тогда будет прохождение. Смотрите, в чём суть игры? Называется она Blackthorn Arena. Я скачал какой-то очень-очень странный трейлер. Он с 30 фпс, а я искусственно сделал там 60 фпс. Но, честно говоря, визуально это не меняет картину. Видите, какой-то просто хаос творится на экране. Ну, кроме сцен, конечно, когда показывают персонажей. Так вот, игра должна быть интересна. Гладиаторские бои, сражения. На фоне того, что мы сейчас играем в Dungeon Reds, которая очень даже такая похожая, как мне кажется, по тематике, то вот здесь, мне кажется, будет что-то нечто подобное, только в виде арен. Сложная, хардкорная, обещает ролевую систему разных противников, и людей, и каких-то там огров, и прочих. Ну, в общем, не знаю. По описанию прикольно. Плюс они говорят, что здесь около сотни скиллов. Сто скиллов, это серьезно. Так что это круто. Не пугайтесь, вебкой не будет такого размера. Я оставлю ее, но в ком-то небольшом размере. Просто, мне кажется, с вебкой прикольнее. Ну, лично мне так, я подозреваю. Мне лично с вебкой смотреть интереснее, поэтому, надеюсь, вам тоже так нравится. Вот, не буду больше прелюдий. Как видите, тут даже какие-то огромные кокодилы есть. Круто. Да, все, поехали. Приятного просмотра. Погнали. Ребята, тем, кто ждет видео по Барс Тейл-4, я хочу сказать, что оно будет буквально через день-два. После пятницы хотелось что-нибудь такое запилить, чтобы было интересно широким массам, потому что, может быть, кто-то заинтересуется поиграть сам. Или будет интересно посмотреть и, в принципе, будет следить за прохождением. То есть, это такой посыл, чтобы было максимально интересно. Смотрите, новая игра, у нас есть русский язык. Это немаловажно. Но, вы знаете, вот, когда открываешь новую игру, ты сразу же понимаешь, что русский перевод, он очень хороший. То есть, ты вот открываешь, и ты видишь, что даже название сложности перевели только 4 из 5. Описание не перевели. Вот здесь ничего не перевели. Поэтому сейчас я почитаю и расскажу вам, как бы, то, что я вычитал, чтобы вы понимали вообще, в чем отличие по сложности. Потому что я вижу, что красный уже такой цвет, что кажется, что это очень плохо. Чемпион, судя по всему, это все. Это... Это беда. Из того, что я понял по описанию этих сложностей, то первое, на что влияет сложность, это то, насколько большой шанс, что наш гладиатор умрет после боя или получит серьезное ранение. В случае с сложностью чемпион, все очень плохо. То есть, колоссальный шанс получить ранение и даже умереть. В случае с рабом, то даже нет шанса умереть, я так понимаю, то есть, только маленький шанс на то, что он получит ранение. Честно говоря, из описания я понял, что, наверное, лучшая сложность будет сеньор, потому что здесь, во-первых, вот эта настройка адекватная. Во-вторых, игрок стартует с нормальным количеством денег. Кроме того, гладиаторы, которые будут у меня в распоряжении, они будут нормально одеты. То есть, если, например, даже взять сложность ветеран, то они будут одеты в одежду рабов. То есть, как бы, ну, честно говоря, мне кажется, это будет очень сомнительно. Они, скорее всего, быстро поумирают и удовольствия от игры я не получу. И будет, наверное, тоже. Поэтому я решил выбрать такую сложность. Кроме того, отмечу, что здесь это все еще влияет на то, какие будут вещи одеты на гладиатора в НПС. Я так понимаю, НПС-гладиатор, что это, скорее всего, НПС, которые будут сражаться с моими гладиаторами, я так подозреваю. Ну, это было, наверное, логично. Поэтому хочется, чтобы был какой-то баланс адекватный, потому что сгорать от нескольких игр одновременно я не готов. Поэтому давайте выберем сложность сеньор. Называется уже серьезно. Безручного. Это для автобоя. Не, ну это как-то не солидно. Я даже не знаю, для чего это. Для тех, кто любит очень быстро играть, что ли. Но железный человек, это понятно. Это без сейва, один сейв. Ну, то есть, не хочется. Начинаем. Вы можете провести несколько видов соревнований на своей арене. Общая сумма бонусов, которые можно будет вложить... Та-та-та. Не дочитали. Ну что ж, начиная с создания персонажей. Я сначала разберусь, потом вам покажу, что же все-таки из этого всего я выбрал и что у меня получилось. Что сразу же бросается в глаза, что кастомизация достаточно неплохая. В плане того, что, смотрите, кроме обычного вида подборочек разных, то есть, как будут герои выглядеть, какой у него цвет кожи и так далее, у нас есть еще хорошая кастомизация размера. То есть, видите-ка, какой классный герой получился. Вообще просто супер. И должен сказать, что кастомизация неплохая. Но я, честно говоря, думаю, доверюсь рандомчику. Мне кажется, даже вот этот герой достаточно хорош. Возьмем его. Достаточно неплохой. Так, все вега создали. Портрет, судя по всему, не меняется, я так подозреваю. Может и меняется. Честно говоря, не знаю. Ну, не устраивает. Все устраивает. Поэтому давайте начинать. В предыстории этой игры, крыльевство было цельным. И все было хорошо до определенного момента, которое называется эпохой распада. После этой эпохи крыльевство распалось на части. И, в принципе, в этом королевстве организовалось 10 таких зон, так сказать. И в этих зонах организовались арены. 10 арен, которые имели свое влияние. У нашего главного героя и его семьи была вот эта самая арена Блэк Торн. Все было супер, пока ею правил дедушка. Прадедушка нашего главного героя. Только к власти пришел отец. Все началось плохо. Он сам не умел ее управлять. После чего ажиотаж коренья начал падать. И для того, чтобы его вернуть, отец решил предпринять попытки по использованию магии. Про это узнали. Отца убили. И наш главный герой вместе со своей мамой должны были покинуть арену. И вот 10 лет они провели за пределами этой арены. Все это время наш главный герой купил деньги. Он их скопил и наконец-то вернулся сюда. С той целью, чтобы вернуть себе то, что у него было. По сути, его арена сейчас не пользуется совершенно никакой популярностью. Но он планирует сделать из нее то самое место, которое было когда-то при временах его деда и прадеда. С этого момента мы вступаем в игру. И я хотел бы сказать отдельное спасибо большое Дмитрию Старайкеру. Он в последнее время подкинул мне несколько достаточно интересных игр. Это первая из них. Есть еще несколько, которые, скорее всего, будут в ближайшее время пробовать. Поэтому большое тебе спасибо. Это очень хорошие подсказки по играм, потому что я бы мог пропустить. А так я уже вижу и обязательно пробуем поиграем. Возможно, понравится и мне, и вам было бы очень хорошо. Друзья, выражаю благодарность за то, что присоединились ко мне на моей скромной арене. Особенно тем, кто проделал немалый путь, чтобы оказаться здесь. Сегодня я с гордостью представляю вам новые лица. Но перед началом сражения я хотел бы предоставить вам, мастер Вегас, мужчина. Тот, кто недавно выкупил арену Бэкторн. Да, легендарная арена Бэкторн вернулась и готова к новым победам. Мне что-то кажется, что этот русский перевод, он, скорее всего, будет не идеальный. Ну да ладно, я думаю, мы разберемся по тексту. Недовольные крики. Аудиенс. Хорошо. Я отправляю против них, откровенно говоря, двух начинающих гладиаторов. Ну ладно. Продолжить. И теперь с третьим же овациями гладиаторов арены Бэкторн. Кто сегодня уйдет с арены живым? Пришло время узнать это. Так. Если я буду разбираться по настройкам, буду в этот момент делать клейки, чтобы не было лишнего ожидания. Что я только что понял? Понял, что все очень непросто. С одной стороны, есть автобой. Есть панелька, понятное дело, с кильчиками. Но есть еще интересные вещи, например. Есть направление атаки, которых много. То есть наш герой будет пытаться бить с какой-то стороны определенной. Второй вариант. Есть стиль вовлечения. То есть мы можем... Ну это, в принципе, типично для многих технических игр. То есть, грубо говоря, модель поведения. Окей. Также есть стиль боя. Отдельно от модели поведения. Ну посмотрим, как это работает на деле. Также есть вариант команды. Судя по всему, если мы не сдали вручную то, что он будет, в принципе, делать. И есть вот такие-то очки, которые мы будем использовать по ходу дела. Честно говоря, не объяснили, где они берутся и куда они расходуются. Но мы, я думаю, это поймем по ходу дела. Есть жизни, выносливость и, в принципе, этого достаточно. Первая битва, собственно, у нас понятная. Есть пауза, как обычно, активная пауза через пробел. В это время можем сдавать команды партии. Можем менять обзор. То есть, смотрите, можем посмотреть вот так вот на врагов. Можем смотреть сверху. Еще какой-то режим, по-моему, есть. Следование какого-то. В общем, я думаю, лучше с этой стороны смотреть. И так. Так, спокойно, спокойно. Вот, все, камера двигается. Конечно, все как-то топорно немножко работает. Но я надеюсь, что самоиграются. Ну, само наполнение интересное. Так. Это героиня. Ну, ладно, давайте пробуем просто для начала поддраться. Разок вот просто направить их в атаку. А там посмотрим. Потому что пока чисто вот функционал по управлению, оно как-то немного неудобно, мне кажется. Так, написано было на правильном врага. Вот, все, понял. Вот мы нападаем. Давайте пробуем. Смотрите, а этот герой у нас что? Что он вообще из себя представляет? Уровень 1 человек. Окей. Уровень 1 человек. Сила, ловкость. Вот этого, стойкость выше. То есть, грубо говоря, этот... Это кто у нас? Это Фэй. Он у нас танковый более-менее. То есть мы его сделаем инициативным, агрессивным. В то время как этот герой будет пытаться зайти где-то справа, наверное, да? Нет, он слева находится. Значит, слева будет пытаться зайти. И будет... Мы им управляем, в принципе. Поэтому давайте, наверное, возьмем пассивное, а здесь агрессивное. То есть, я думаю, что поможет. То есть мы для начала сейчас немножко отпустим вперед атакующего. Вот, да. Так, стоп, только вот... Ой-ой-ой. Тут управление как в этом. Фримен Грилла Варфейр, знаете? Так, давайте пробуем напасть вот сюда. Только этим героем. Ну, как-то оно так переключается, честно говоря. Не знаю. Может, я чего-то не знаю, но оно пока переключается как-то немножко странно. Через шифт можно вроде как выставить комбинацию действий, но что-то ничего не выставляется. Ну вот, в принципе, получилось неплохо. Как раз наш танк танкует, этот герой нападает. Честно говоря, конечно, попадают наши герои не очень хорошо, но... Мы побеждаем. Это самое важное. Так, давайте разберемся с ситуацией. Может быть, как-то напасть немножечко... Немножечко в спину попробовать. Назад. Нам позиция, в принципе, подразумевает, что можно. И агрессию выберем. Так. А ну, в спину не получится. Но он в спину не хочет заходить. Этот повернулся просто не малицом. Поэтому особых вариантов-то нету. Так. Ну, конечно, знатно нашего щитовика. Коса вот я смотрю. То есть, надо будет, скорее всего, вывести с боя. Конечно, пока то, что я вижу сейчас, оно выглядит максимально странно. Чисто в плане, ну, немножко неудобно. Он, ну, такие, какая-то рисовка странная. Я не знаю. Возможно, я поиграю с настройками, хотя я не максимально вроде стоит. Так, он испугался, уже убегает от нас. Интересно. Таких, по-моему, я еще не видел. Вы видели, ребят? Если кто-то видел такие бои на арене, то говорите, где вы это видели. Потому что я помню, смотрел Спартака, смотрел, ну, это, фильм Гладиатор и так далее. То там, конечно, такого вот хаоса не было. Видимо, у него удар по морали был. И после этого он решил отступать. Ну, сблизи, я думаю, что лучник не убьет его. Поэтому, я думаю, что мы еще победим. И, наверное, не получим никакого урона взамен. Я так полагаю. Ну, скилловый, я так понимаю. Вот, давайте проверим, кстати говоря. Вот навыки. Навыки здесь находятся. Кстати говоря, у нас очков пока нет. То есть здесь я, да, вебка мешает. То есть я, ой. Сложно, сложно. Давайте я проведусь по навыкам. Посмотрим, что тут вообще есть. То есть, видите, тут есть и разные пассивочки, активочки. Ну, будем разбираться по мере получения навыков. Тут есть и классовые, и оружейные. Классовые, это что? Блин, слушайте, а тут неплохо должно быть. В плане, что... Их... Сколько их? Блин. Это круто. Это реально круто. Все, возвращаю вебку на место, потому что вы не должны бояться, что она будет по центру. Я постараюсь это дело контролировать по ходу игры. Что ж, давайте побеждать. Возможно, получим поинты, и там уже будем разбираться. Так, стоп. Вот, мне это не нравится. Фэй. Фэй, давайте выберем модель поведения бегства. Пресорфт. Давайте оборонительный стиль боя. А вот Энн будет нападать. Не знаю, как это сработает. Давайте пробуем. О, вот. И победителями становятся гладиаторы арены Бэкторн. Неплохо для нового мастера. Теперь победители могут выбрать для проигравших смерть или жизнь. Хм. Убить. О, получили богосклонность. Ну, понятное дело, зрители хотят мяса, хотят, чтобы был какой-то экшен. Они не хотят, чтобы все просто выжили и все. Еее. Первая победа. Ну, конечно, графически видно, что нарисовано все как-то немножко кривенько, но чисто по боевке, ну, в плане того, что там куча скиллов, мне это уже нравится. Реально нравится. Слабое ранение и нормально все. Не знаю, честно говоря, насколько это отразится на этих героях. Ну, что ж. Давайте продолжать. Новые травмы нету. Ранение не страшно. Приз получили. Благосостояние, наверное. Прибыль 0, убыток 0. Такие экономические термины пошли уже. Кстати говоря, интересно, что здесь идет загрузка. То есть, это нам просто показывают. Но мы не перешли куда-то. Ну, много подзагрузок, которые, понимаем, будет, скорее всего. Наверное, арена и то, что за ареной, это разные, как бы, ну, текстуры и разные эти пакеты, поэтому каждый раз я буду прогружаться. Молодец, мастер. А его право вы достойны наследник и славы вашего дома. Но это только начало. Чтобы восстановить когда-то заработанную репутацию вашей семьи, нужно совершить еще много дел. Согласен. Горькая правда в том, что крупные арены до сих пор не позволяют участвовать гладиаторам с арены Бэкторн в сражениях. Этот запрет – наследие постыдных поступков вашего отца. В первую очередь, вам надо доказать свою честь и ценность. А сейчас, первая ваша задача – увеличить свое влияние. А, да, и заработать деньги. Это тоже важно. Без денег вы не сможете управлять ареной. Хорошо. Как мне увеличить свое влияние? Я хозяин арены, почему я не могу устраивать игры на моей арене? Давайте спросим сначала, как заработать денег. Пока что только с помощью состязаний. У каждого турнира есть награда. Иногда победителям вручаются торфеи. Все, что не нужно, можно продать в магазине. Как увеличить влияние? С каждой победой ваше влияние среди друзей-мастеров повышается. Победа над сильными противниками будет гораздо эффективнее. Также это важно. Когда вы победили и уже думаете над тем, пощадить врага или нет, вам нужно понять настрой зрителей. Постраивайтесь под их желание. Дайте им то, чего они хотят, и вас будут любить. Интересно, как это будет реализовано в плане того, как им понять, чего хотят зрители. Наверное, будет какая-то шкала. Давайте спросим, почему нельзя устраивать бои на нашей арене. Не выйдет мастер. Мастера вольных земель не позволяют проводить игры на арене Бэк Торн. Опять же, последствия действий вашего отца. Даже если не станете устраиваться под них, учитывая, что вы новичок, не уверен, что кто-то сейчас захочет участвовать в игре на арене Бэк Торн. Как я и предположил, завоевать репутацию – ваша первейшая забота. Хорошо. Это все, что мы хотели знать. Еще кое-что. Мастер. Кому-то нужно пойти на рынок, чтобы купить новых рабов. Ваш гладиатор может быть ранен во время боя, и пока он исцеляется, должен быть запасной гладиатор. И хорошо бы купить новое оружие и доспехи для ваших гладиаторов. Так, хорошо. Мы его отправили, и у нас начинается вторая часть игры. Я так понимаю, это менеджмент. В плане того, что у нас это важная часть игры, в плане создать хорошую гладиаторскую партию, создать хорошую арену. Поэтому сейчас будем разбираться. На этой панельке у нас очень много всего, хотя кажется, что тут всего пару кнопок. На самом деле это не так. Смотрите, во-первых, каждая эта кнопочка – это отдельная комната, которую можно, во-первых, рассмотреть с разных сторон. То есть, можем поглядеть, посмотреть, как оно все выглядит и так далее. Смотрите, тут есть куча элементов интерфейса. Я постараюсь вам рассказать все подробно, ну, в том виде, как я сейчас понимаю. Возможно, по ходу игры оно изменится, но пока я понимаю это так. Во-первых, тут есть стражники, можно их назначить, чтобы они контролировали эти клетки, и никто от нас не сбежал. Здесь у нас общая информация про то, как там складывается карьера нашего главного героя, то есть, видите, его успехи, ну, успехи арены, точнее, и гладиаторов этой арены. Также, видите, тут есть деньги, расход, доход, то есть, тут разные показатели. Кроме того, есть очки, я так понимаю, этого влияния, благоприятия. Вот. А также в этой комнате мы, ну, во всех комнатах мы видим эту панельку, там, где у нас можно выбрать арену, карту мира, рынок. Рынок – это вещи, которые можно приобрести. Видите, здесь можно отправить слугу, собственно, на какое-то место, и после этого он принесет нам какие-то определенные предметы. Также отмечу, что у нас есть режим аватара. Можно походить, как в Mountain Blade, знаете, там, походить, посмотреть, как оно все выглядит вживую. Правда, как-то оно немножко лагает, я не знаю почему. Вроде как, игра не очень требовательная, но, видите, оно так не очень приятно работает. С другой стороны, если потихонечку двигаться, то, наверное, нормально, скажем так. Вторая комната – это комната зала тренировки. Здесь мы можем выставить нашего инструктора, который будет всех тренировать. В мере того, как он будет качаться, у него будет расти навык обучения, и, соответственно, чем больше у него навык обучения, тем больше будут получать опыта эти бойцы, которые будут тренироваться. И, собственно, это поможет им поднять свои навыки, я это понимаю, даже если они не будут сражаться. То есть, грубо говоря, они будут получать себе опыт, и, соответственно, можно будет их усиливать. Что касается главного зала, то это место, где гладиаторы кушают. Мы назначаем себе шеф-повара, который будет готовить разные блюда. По мере прокачки в него будет качаться навык, соответственно, он будет иметь возможность делать все более и более хорошее блюдо, которое позволит лучше восстанавливать потребности наших героев. Глазарет это место, где они хиляются. У нас есть врач, которого мы здесь назначим, есть больные, которых можно поставить, и, соответственно, чем выше навыки врача, тем быстрее он будет захиливать. То есть, грубо говоря, мы должны собрать огромную, я понимаю, армию гладиаторов, в которой будет каждый заниматься чем-то одним, потому что, ну, это будет максимально эффективно. Также есть пыточные. Если какой-то гладиатор будет недоволен нашими успехами, тем, как мы ведем правитель, ну, правление, и тем, как мы обращаемся с ним, можно его закинуть в черную комнату. Вот там какая-то комната пыток. Также можно его разными этими всеми предметами пытать. И, соответственно, у него будет повышаться покорность, и он будет постепенно все более и более разговорчивым, он будет лучше драться. В плане у него, конечно, будет хуже жизни, но он будет зато услышать приказы и так далее. Тут есть надзиратель, опять-таки, и есть вот люди, которых мы будем пытать. Вкусница, есть кузнец, опять-таки, и здесь мы можем крафтить определенные вещи. Здесь, видите, в принципе, у нас не очень много панелек, но у нас есть возможность изучать, ковать неплохо. Смотрите, здесь также есть список рыбов, таблицы лидеров, то есть мы здесь можем постепенно следить за тем, какие есть на разных аренах люди и пытаться прорваться в топ, в самый топ. То есть тут есть куча разных арен, десяток их должен быть, ну, по-моему, где-то 10 есть. То есть, видите, у нас влияние по к5, у этих по тысяче много, и у нас, ну, там есть еще какие-то нулевые, я думаю, они просто очень недоступны в плане того, что они откроются по ходу игры. Есть инвентарь типичный, и сообщение с задачами. Первая задача – набрать 300 очков влияния. Влияние набирается боями и не только. Будем сейчас пытаться это сделать, ну, а пока общие основы я вам показал. Кстати, я говоря, отмечу, что по ходу прокачки, ну, по прокачке нам рассказывали, что что есть, ну, навыки, есть активные и пассивные, они качаются постепенно, есть очки потенциала вот здесь вот, есть очки вот здесь вот. Эти, понятное дело, на скиллы, а эти на атрибуты. Здесь каждый атрибут подписан, поэтому, в принципе, я думаю, сейчас я почитаю и расскажу вам немножко про это больше. Должен сказать, что атрибуты здесь достаточно хорошо влияют. То есть, если много есть игр, где, например, путевосложение влияет только на жизни, то здесь, смотрите, сила влияет на урон от ближнего боя, упорство и грузоподъемность. Стойкость влияет на жизни, выносливость и восстановление выносливости. Ловкость влияет на скорость атаки, передвижение и уклонение. Шанс. Точность увеличивает шанс падания, также увеличивает шанс крита и блокировки. Что интересно, точность влияет на шанс блокировки. Это необычно. Интеллект влияет на скорость прижарядки навыков, также дает уклонение и, по идее, повышает модификатор крита, то есть будут криты сильнее. И сила воли влияет на выносливость и восстановление выносливости, и также на волю. То есть, по сути, сила воли и стойкость в некоторой степени похожи, только здесь еще она увеличивает жизнь, а здесь она влияет на волю. Также, как видите, есть мастерство оружия, способности, есть свойства, это некоторые будут приобретаться по ходу игры, некоторые будут получаться вследствие ранений, это называется травмы, те, которые получаются вследствие ранений, их можно будет залечивать. И вот есть карьера, про каждого, видите, статистика, убитые ящеры, убитые мифические существа, то есть можно будет это все изучить. Я сейчас подумаю, как прокачать первых двух героев, и мы продолжим, пробуем подраться еще. Что интересно, что у каждого навыка есть, к видите, степени, то есть, например, у нас после восьми не наступает девять, после восьми не наступает восемь с половиной, причем на восемь с половиной, к видите, у нас ничего не увеличивается, увеличивается только на девяти. Пока я не совсем понимаю, как это, чем это обусловлено, как это будет работать, но я думаю, мы разберемся по ходу дела. Давайте прокачаем ей немножко тогда еще стойкости и точности, потому что это будет влиять на защитные навыки. По героям, что я решил, что эта героиня будет рогой, я ей взял навык на парное оружие, то есть, оно позволяет нанести урон и при этом нанести кровотечение по врагу, весьма неплохая, мне кажется, перочка. Класс, я выбрал ей лавкача, то есть, он будет увеличивать урон со спины, я выберу ей модель поведения, чтобы она атаковала спины, мне кажется, получится неплохо. Что касается этого героя, то почему он поднимается с земли, интересно. Так, я прокачал ему класс защитника, то есть, у него будет пассивное сопротивление, повышенное разному урону, и кроме того, у нее, видите, у нее есть щит, поэтому я прокачал немножко навык, чтобы у нее было лучше защита щитом, и по оружию я выбрал все-таки как раз удар щитом, который позволяет нанести оглушение. Мне кажется, очень неплохая оперочка, потому что 2 секунды стана, это весьма угодно, за это время можно другим героям пытаться обойти противника спины и его ударить хорошенько. То есть, мне кажется, весьма неплохая задумка, давайте смотреть, что можно сделать на базе на текущем этапе. Пробовал я пойти к торговцу, и вы знаете, здесь мне тоже все очень радует, здесь есть и торговец с едой, и галантерейщик, и торговец с броней, и торговец с оружием, и рынок рыбов. Давайте изучим, кто у нас тут есть, пробуем выбрать кого-то, кто наиболее, наиболее подходит для этой партии, для того, что у меня есть на базе. Смотрите, первый, щиты и лидерство, в принципе, неплохо, на 5 уровень, в принципе, на перспективу пойдет, но посмотрим. Так, этот пытать умеет неплохо, готовит хорошо, 9 уровня, кстати говоря, дорогой, дорогой боец. С другой стороны, у него очень хорошие навыки, видите, у него и берсеркер, и защитник, все прокачано. Командир, защитник, тренер, 2. Так, что у нас тут? Вручное, медицина, кстати говоря, медик нам бы, наверное, пригодился, тем более дешевый. Это кует. Давайте пробуем для начала взять каких-то дешевеньких бойцов. Купим этого. Купим этого. Как и говоря, можно их менять в любой момент визуальную составляющую, то есть можно поменять внешность, поменять имя, поменять комплект. Мерсу, все что угодно. Так, ну что здесь еще? Хотелось бы, наверное, кого-то еще дома взять. Может быть, готовку вот эту взять. Один золотой. Давайте пробуем купить его. В принципе, пойдет. За один золотой, конечно, дорого, но все-таки, я думаю, эта идея неплохая. По оружию я бы взял, наверное, кинжал, что ли. Копье одноручное, так полагаю. Можно, в принципе, взять его нашему, как раз, герою со щитом. Попробуем. Попробуем, как оно будет работать. Просто интересно. Я думаю, что, ну, начало игры не критично, если я где-то даже ошибусь. Я смогу от этого потом, ну, отыграться. Но просто хотелось бы попробовать сразу же купить каких-то интересных предметов, чтобы было с чем драться. А вот есть средний доспех какой-то неплохой. Всего 4 монеты стоят. Давайте купим себе такой. И вот шлем есть за 10 монеток. Тяжелое наручи. Тоже возьмем, почему нет. Оно все тут очень дешево. Я не знаю, конечно, может, это большие деньги, то, что я плачу. Но мне кажется, что это весьма, весьма уместно будет. Точность плюс один. Интерекция воли плюс один. Как все дешево стоит-то? Ну, это, на самом деле, нам пока, я думаю, не надо. А вот поезд разведчика возьмем. И давайте зайдем по еде, купим что-нибудь. Это может показаться отвратительным. Хвост крокодила, гигантская рука. Так, жареная свиночка. Мне кажется, жареная свиночка, это неплохо. Есть мясо гадюки, конечно, тоже неплохо. И стейк. Ну, давайте возьмем стейк. Пусть порадуются бойцы, что они в такой хорошей арене находятся. Каждый переход вроде как стоит один день. Поэтому попытаемся вернуться на базу, заработать денег, а потом уже пойдем дальше, потому что у меня уже нет денег. Попытаемся разжалить с тем, что я только что набрал. Один день прошел. Моя арена стала больше. Видите, там какой-то хаос творится. Видимо, нам нужен новый стражник. Вот. Достаточно. Тут, наверное, скоро будет просто мясо твориться. Ну, пусть будет так. Так, они пошли гулять. Давайте зайдем, наверное, назначим сразу же... Кто-то у нас целительным может стать. Дженнифер. Пытками кто будет заниматься? Пытками не знаю пока. Кузнец у нас есть, по-моему, вот этот парень. Здесь у нас тренирует Энн. И можно ее сюда поставить. Хотя этот боец неплохой по готовке. То есть мы его в главный зал назначим. Вот сюда. Тайсона. У нас остается фейс свободная. Ну, пусть она тренирует, наверное, лучше. Сможет прокачать себе навыки. И все такое. Что ж. Что ж, что ж, что ж. Давайте пытаемся подраться. Я не знаю, честно говоря. Мне так подозреваю, честно говоря, что нужно организовать для этого битву. Давайте сделаем сейв. Ну, со все. Пойдет. Я думаю, что нам нужно сейчас выйти на арену. Так, вот сюда. Попытался назначить битву. Смотрите. Есть показательный бой. Травля зверей. Лев, король волков, боров, крокодил. Но я думаю, что если я подержусь сейчас с крокодилом, то, скорее всего, шансы моих героев очень низкие. Давайте показательную битву. Размер 4. Без ловушек. Спонсор. Пока нет спонсоров, видимо. Давайте попробуем. Сможем ли вообще начать это дело. Не хватает влияния. Стоимость 320. То есть не хватает пока влияния, чтобы такое устроить. Ни в каком виде. Турнир еще дороже стоит. То есть да, это не наш вариант. Наш вариант попытаться посмотреть, что еще есть на карте мира. Или где-то еще поискать чего-то интересного. Вот, наверное, нам сейчас вот сюда. Смотрим. Где у нас мероприятие проводится? Тут какое-то проводится и здесь. Давайте заглянем. Уровень 9. Немного. Уровень 5. Вот 5 можно подраться, я думаю. Давайте попробуем вот сюда зайти. Посмотрим. Трофей. Какой-то топор боевой. Противник. Всего один герой. Давайте оденем наших. После этого попытаемся. Только надо сначала разобраться, как это все быстренько сделать. Удобненько. Так, из того, что здесь я нашел, я решил одеть наших трех героев. Я не знаю, можно ли подраться именно ими тремя. Я решил взять эту главную героиню, которую я уже приодел вещами достаточно не плохими. Этого нашего рогу. Выглядит, кстати, очень даже внушительно. И взять вот этого дикаря. С творечным оружием. Не знаю, могу ли я взять их троих с собой на эту битву. Но давайте пытаемся. То есть мы заходим вот сюда, в эту панельку. Ну, только не сюда. Вот сюда. И вот оно наше сражение. Давайте запишемся и попробуем посмотреть, что с тобой получится. Записаться. Мы выбираем, кого отправить, да? То есть Ну, она второго уровня, он пятого. Справится ли она? Ладно, я принял решение, что пойдем драться с этой героиней. Я, честно говоря, не понял. Я пробовал пропустить день. И все равно они занимаются тем же самым, что я им назначил. То есть у них, грубо говоря, привязывается к ним какой-то статус, чем они занимаются. И, видимо, чтобы их снять с этого, нужно провести какие-то манипуляции. То есть даже вот если я их отсюда снимаю, то все равно он не сразу же является доступным. То есть, возможно, конечно, он идет. Я не знаю, честно говоря. Но пусть будет так. Пробуем сначала подраться вручную. Посмотрим. Если не получится, то уже загружусь. Будем пытаться по-другому. Записываемся. Наша гирыня, она еще побитая немножко. Шанс 40% это, конечно, годно. Давайте вручную пробуем. У нее есть баф. Ну, станчик есть. То есть, в принципе, я думал, шансы не плохие. Можете наблюдать и контролировать повседневную жизнь и поведение ваших рабов через режим аватара. Наблюдать и контролировать прям так. Все серьезно. Так, тесная лиска. Вероятность. Ага, то есть это мы ставим деньги, чтобы увеличить шансы или что? Или это мы ставку ставим? Давайте пробуем повысить ставку вот так-то, что ли? Конечно, рисовка такая. Неуверенная, скажем так. Ого, ого. Все серьезно. А вот наша героиня. Но это же другой разговор. Это явная победа. Так, у нас пока только один скилл. Будем его использовать. По всем направлениям атаки, не знаю, можно пробовать фланговать. В теории. Но я не думаю, что это эффективно 1 на 1. Попробуем. Так, вот сейчас хороший шанс застанеть. Там уже пошел. Все, хорошо подстанили. Но здесь, по сути, что творится. Я не знаю, что только что происходило. Наверное, лучше здесь пытаться просто бить, как получится. Потому что, мне кажется, это именно из этого только что получилось. Я, возможно, под дебафами каким-то вроде нет. Так, у нас большая нагрузка по вещам. Это мой провал. Но почему-то вот не получается атаковать. А, автобой включен по дефолту. Почему так? Непонятно. Ну ладно. Не, ну вот это, конечно, происходящее. Это мне очень не понравилось. Сейчас попробуем переиграть. Потому что это явно так не задумывается. Так, я решил выбрать режим боя изменчивый. То есть, она будет постоянно менять атак, менять направление по ситуации, разыгрывать. И, в принципе, нападаем. То есть, немножко побежим. В принципе, можно дать станчик сразу же, я думаю. Лишний не будет. Удар щитом не прошел, я так полагаю. Но тут, судя по балансу силы, я так вижу, что ее побеждают жестко. То есть, у врага очень высокий урон. У нашего героя он пониже. То есть, тут шанс только через блоки, если пройдет. То есть, шанс маленький. Реально маленький. Но на уровень второй против пятого, наверное, это все-таки неравные силы. Чисто ради теста пойдет, но... Хотя даже опыт получила. На вот ключке находится. Интересно, что в итоге получается с этой битвой? Я потерял деньги, то есть, я там пробовал поставить... Сейчас просто загрузимся, если что. Просто мне интересно, чем заканчивается данная ситуация. Ага, то есть, можно вот поучаствовать в каком-то... Так, снегопад. Двое ваших гладиаторов устроили конфликты за мелочи. Но я скажу, Тайсон поважнее, поэтому давайте будем за Тайсона. Так, покорность поине минус 3. Покорность плюс 1. Окей. И что по итогу происходит с тем гладиатором, который проиграл? Вот он. Он получает урон. В данном случае у него есть какие-то, у него травм нет. То есть, в принципе, он восстановится и будет очень даже боеспособен. То есть, это шанс, что он умрет, есть. Но, в принципе, если он выжил, то можно сказать, что драка прошла не напрасно. То есть, он прокачался. И кроме того, отмечу что? Что я отмечу? Что тут же можно не просто драться вручную, а там можно отправлять бойцов постоянно. Например, вот здесь. Уровень 8. То есть, мы можем записаться. Но, видите, никого нельзя назначить пока. А может, можно поставить Тайсон? Значит, да? Сулкани может быть назначен на свод, пока он назначен на другой. То есть, вот пока он готовит еду, судя по всему, нельзя, чтобы он дрался. Сейчас разберемся. Ага, вот я только что пытался и получилось его снять с этой профессии. То есть, нужно было просто здесь убрать его нет слуги. То есть, пока он выставлен вот здесь, то он будет заниматься этим в любом случае. Даже если я его убираю. Видите, я вот... Ай. Я его убрал. А, нет. Все, работает. Все, хорошо. Он теперь свободен. То есть, можно не драться. Пробуем еще какое-то сражение сходить. И посмотрим, что с этого получится. Выбираем Тайсона. Тайсон у нас, в принципе, боец неплохой. У него булава в руках. Только я бы сначала, если честно, взял, забрал у нашей фей классное копье. Классный щит заберем. Можно, в принципе, ее раздеть, пока она ранена. То есть, мы ее сейчас правим в лазред. Все тяжелые вещи с ней снимем. Но, по идее, это делать не нужно. Дальше это будут разные бойцы, просто разные функции выполнять. В данном случае, мы просто ее поставим на базе пока. Я хочу просто протестировать, как будет выглядеть, если мы выиграем на арене. То есть, мы оденем ему получше вещи, все максимально хорошие. Копье дадим, чтобы он дрался знатно. У него шкиллы, по-моему. Так. Все привязаны к просто, просто, ну, просто навыки. То есть, имеется в виду к оружию никому мы не привязаны. Ну да, судя по всему, нет, поэтому сейчас пытаемся. Если получится, будет супер. Потяжелый нагрудник оденем еще. Во! Все, он очень боевой теперь. Супер боевой. Перевеса нету, так что все в порядке. Давайте сделаем сейв. Сейв в 6. Хотя он 4, наверное, но или 5, но пойдет. И давайте отправляться на арену, посмотрим, что вообще происходит. Вот, нам нужна какая-то арена, которая плюс-минус по уровню подходит. Вот, волки 8, размер 3. То есть, это сложно, по идее. По идее, сложно. Нам бы что-то такое, чтобы... Ой, это еще сложнее. Вот, размер 9, 1, то, что надо. Но это бой начался уже. Раз такое дело, то очень просятся волки, которые по уровню, в принципе, пониже. Хотя их трое, я не знаю, насколько это будет сильно влиять. Давайте пробуем вписаться в эту драку. А, не советую трех бойцов поставить. Давайте пробуем. Так, что я сделал? Я отправил фей вазарет. Из этой суперармии мы сейчас сделаем элитный отряд. То есть, что мы делаем? Мы берем, выбираем нашего пайни, который у нас будет варваром с творочным оружием. И он, в принципе, нравится. Только, единственное, что давайте нашему этому Тайсону дадим щит получше, потому что это же, по-моему, похуже. Да, это похуже. То есть, приодеваем его. Это наш пока самый потенциальный боец, который будет заниматься грязными вещами и, по сути, сражаться за всех. Тут у нас есть тупой двуручный меч, который, по идее, получше, чем тупая алибарда. Поэтому возьмем его. А, собственно, и все. Я думаю, что эти вещи будут мощны даже в тему. Можно немножечко его приодеть. Средний нагрудник еще оденем. Какой-нибудь. Да, в принципе, нормально. Все, и давайте отправляться. Попробуем податься с волками. Я думаю, что будет легко, скорее всего. Запишемся, то есть вот наш отряд из трех бойцов. Шанс победы 76%. То, что надо. То есть я пока сегодня протестирую вот еще одну битву. Если зайдет, то будем дальше играть, разбираться. Я не знаю, в каком формате я буду эту игру подавать, потому что пока сложно разобраться. Бои муторные, но при этом достаточно интересно. Мне кажется, концепция игры очень прикольная. Поэтому сейчас попробуем. Выставлю и сразимся. Ой-ой-ой. Я, конечно, тесняюсь, но это, по-моему, не волк. Так, стопэ. Это львица. Почему-то тут написано было три волка, вместо этого у нас львица одна. Так, давайте пробуем сдать модели поведения, чтобы как-то это все выглядело красиво. Тайсон, наш главный танк. Управление атаки спереди. Стиль вовлечения инициатива. Стиль боя агрессивный. Н. Н у нас рога. Атака будет по возможности сзади. Стиль вовлечения пассивный. Я буду ее управлять постоянно. И стиль боя осторожный. Пайни у нас, в принципе, агрессор, поэтому я думаю, что пусть атакует как получится. Стиль вовлечения инициатива и стиль боя агрессивный. Только для начала мы что сделаем, мы попытаемся почему-то их нельзя прямо сразу же всех управлять. Так, ты нападаешь на львицу. Пока я, конечно, очень муторно всем управляюсь. Вот, вот сюда наверное отходит. Ини вот сюда отходит. Вот так, хорошо получилось. В принципе, этот, ну тут включена функция, что они используют скилы по возможности сами. То есть, если я не использую их сам, то они используют их в том числе и лично. Потому что контролить все будет наверное не очень просто. По крайней мере, пока я не разберусь как это все работает в идеале. Так, Энн в идеале нужно отвести еще дальше. А вот Пайни уже не в таргете, поэтому можно нападать. Все, получилось, отлично. То есть, здесь уже можно Энн не отводить, она может уже бить. По скилам, тут скилл прошел уже. Что у Тайсона есть? Есть страж, защита союзника, есть вот какая-то казнь. Есть цель оглушена или сбита с ног. Пока для комбинирования мне кажется, у меня ничего нету. Пайни вообще скиллов нету. У Пайни у него. Хотя он первый уровень, у него ничего и нету. Да, он совсем никакой пока, поэтому качать-то и нечего. Значит, пока управляемся Тайсоном. Казнь не работает, внимание на боях. То есть, можно увеличить шанс блока и уменьшить его стоимость. Давайте активируем и увеличить стойкость. Давайте пробуем. Так, защита союзника нам пригодится по Пайну. А, его уже не бьют. Все, окей, тогда можно драться. Так, надо Пайни вывести из-под удара. То есть, мы сейчас даем ему стража, да? Почему-то пишет, что он вышел из-под контроля. По сути, он не вышел из-под контроля. Давайте пробуем Пайни выбрать стиль боя призоров. Это, по идее, отступление, хотя не похоже. Давайте вот так вот выставим. от Айсона мы попытаемся в свою очередь сейчас привлечь внимание этого противника. Я не сильно понимаю, что имеется в виду вышел из-под контроля, хотя наш герой стоит впритык. Сейчас, я думаю, разберемся, что по ходу дела. Так, пробуем. Так, тот отступил неплохо и вот здесь, вот здесь, в принципе, все гораздо неплохо, но надо теперь вот от этого Пайни куда-то отвезти подальше. как все топорно управляется. Я, конечно, может, что-то еще не умею, но блин. Не поддается вообще ни в какую. Так, ну, как-то вот он не хочет убегать отсюда, ладно. Пока еще жизни есть, можем продолжать битву. А, ну все, мы выигрываем. Давайте уже, побеждать ее. Победка. Ну, судя по всему, это можно будет делать автоматикой, то есть, можно будет не драться во всех этих боях, при этом герои будут постепенно прокачиваться и все будет очень даже круто. Вот первая победа, полноценная уже. Повысили благосостояние, получили трофеи. Очень даже неплохо, то есть, можем в это время на базе кого-то назначить, чтобы они чем-то занимались, тренировались, например. Ну, неплохо. Видите, получили золото, то есть, можно будет так постепенно зарабатывать. Давайте глянем на карте мира, что еще происходит. вот волки, слабенькие. Давайте пробуем записаться. Отправим это трио, причем, чтобы не драли сами, без нашего участия. Шанс успеха 46-8%, это мало. Это очень мало, я даже не знаю, почему такой маленький шанс. Всего уровень, что... А, хотя у нас два бойца слабеньких, поэтому резонно. У тебя прошлый был... хороший-то был восьмого уровня вообще. Крокодил один. Ага, тут нельзя зайти еще с нашими бойцами. Тут вообще высокий уровень. Ну, судя по всему, вот эти волки это самое лучшее, поэтому давайте запишемся, попробуем все-таки подраться еще раз. Вручную. Посмотрим, сколько все хаотично будет происходить, если будет врагов больше, чем один. И у нас будет много бойцов. Так, ну здесь у нас аренов больше. Видите, у нас здесь аренов даже с ловушками есть, то есть мы в теории можем это использовать. Я не знаю, насколько я смогу это все контролить, в плане того, чтобы они не побежали, не наступили на эти ловушки без моего ведома. Но я выставил этим двоим пассивное поведение, если этому выставить пассивное, наверное, он тоже будет не сильно бежать куда-либо. А, вот они бегут. А, это хамелеон называется, но по сути это какие-то... Не, это ладно, это хамелеоны по факту, но просто они похожи скорее на каких-то гоблинов. Ну, что-то мое восприятие, конечно, не исключаю. Ладно, раз они пытаются на что-то кидать, мы сейчас встанем вот сюда, пытаемся, скроемся от бросков, потому что у нас пока стрелков нету. Вот, в принципе, он стоит на пилочке, то есть то, что Тайсон бежит, мне нравится. Можно теперь этого героя, это у нас Пайни, то есть он Пайни у нас тоже достаточно боевой с выручником, можно его направить сюда, чтобы он напал туда, а Н тоже вот побежит в эту позицию. Все, отлично. Мы их загрили, теперь можно нападать. Пайни тоже нападает сзади, только главное здесь не набежать на... Ну, мы раздвелись немного, я надеюсь, что получится неплохо. Что у Тайсона? У Тайсона, в принципе, все хорошо, можно использовать защитника, но здесь особо защитника нет смысла использовать. Так, увеличивает ярость. Ну, давайте используем, почему нет? Тут мы разделились, у нас, видите, мы вдвоем одного завалим, а у нас они завалят, наверное, моего Тайсона. Так, они слишком быстро его завалили, если честно. Но, с другой стороны, он нанес урон неплохой Тайсон. Тайсон одна жизнь, давайте пытаемся ему бежать, в теории, может, получится. Мы пока пытаемся забить Хамериона. Отлично, отлично. Почему? А, это спугался. Потому что он спугался, конечно, очень неприятно. Надеюсь, с него сейчас страх спадет, и он сможет подраться нормально. Может, так Хамерион один на один победить без него? Вот он уже добегает. О, супер. Так, выйти из контроля надо пытаться. По-моему, теперь Хамерион убегает, судя по всему. Не, он не убегает. Давайте тогда Н попросим сейчас отступить. Да, она отступила, и теперь пытаемся вернуться в зону атаки. Здесь инициатива, здесь инициатива, и попробуем вот так вот разыграть. Почему-то она как-то все очень муторно контролится, но я надеюсь, что получится справиться с этой ситуацией. хорошо, хорошо, давай, давай, бей спину, бей спину. Давай же, один ударчик еще, Н. Победа. Ну, пока я, конечно, должен сказать, что все происходит очень как-то неуверенно в плане того, что вы сами видите. Но, мне нравится. Мне реально понравилось. Если вам понравилось, тоже поставьте, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. я надеюсь, вам было интересно. Вот. И все. До скорых встреч на новых видео. Всем пока. До встречи.